Ну что ж, всем привет, друзья! Всем привет и добро пожаловать в Мелбет Первую Лигу! Это пятый тур. Сегодня будет, конечно же, интересно подоблюдать, как же Чайк сыграет с командой Родина, которая, конечно, играет чаще всего на искусственном газоне. Мелбет Первая Лига, пятый тур. Чайка против Родины. Матч стартовал. Надо сказать, что это первая официальная игра между этими командами. Всего лишь одна товарищеская уже была. Посмотрим, какой сегодня будет рисунок игры, потому что не Чайка, на самом деле, не любит вот так вот возиться с мячом и что-то там плести у чужих ворот. Чайка любит вот такое! Александр Хохлачев убегает 1-1, нужно забивать, и это 1-0! Потрясающе! Потрясающе, Александр Хохлачев. То, что Чайка умеет, то, что она любит, и, я думаю, то, что Чайка на самом деле отрабатывает. Вот почему не удивлен Дмитрий Пятибратов. То, что он увидел прямо сейчас, скорее всего, постоянно отрабатывается на тренировках. Сейчас подловили, запрессинговали в высоких позициях. Вот так человек без футбольной школы оказался в Премьер-лиге. Ну что, Чайка продолжает разрывать Родину. Теперь Библияк 2-0! Бог ты мой! Безжалостная Чайка! Безжалостная! Никакого уважения к сопернику, но речь про футбол и про результат. И когда дают возможность, они наказывают два одинаковых гола. Прекрасный прессинг. Родина в нокдауне. Ну а футболисты Чайки безжалостно эти моменты реализовывают. Ну что, Станислав Библик. Станислав Николаев. Чтобы Амат Киреев смесился на другой фланг. Янов! Штрафной слева! Удар! Ух! Это было хорошо. На самом деле, Данила Янов – это человек, который преображается. Преображается в команде Пятибратов. Может все. Может отобрать. Может отдать удивительную предголевую. Рейна. Вот здесь никого не встречают у Чайки. Рейна, Рейна, Рейна! Отдал на рядно. И удар. И это Штепа! Это Штепа! Ну ничего себе! Вот игра просыпается потихоньку. Но нам показывают Шадринцева. Как будто бы он, да, с линии в ворот этот мяч вынес. Но каков Штепа? Как сложился? Какая реакция? Ну и какая прическа? Это уже от меня. В родине, на тренировках. То есть он в таких эпизодах очень-очень спокоен. Юшин, он может быть сейчас! Перевернет ход этого матча! Прекрасный удар слева и под перекладину. Это что-то из Андрея Аршавина, помните, в первых матчах в АПЛ. В ворота Сандерленда, конечно, что-то такое положил Андрей. Но вот сейчас Александр Юшин. Игра, казалось бы, замерла. Она, казалось бы, уже успокоилась. Но Юшин, ну не зря человек в российской премьер-лиге играл. Сыгранности маловато. Вот здесь может быть удары за предел. Но просился на самом деле Юшин. Юшин против всех. Юшин, удар какой! Это гол! Это гол не может быть! Дубль! Дубль Александра Юшина из ниоткуда родина возвращается в этом матче. Бог ты мой! Владимир Газаев, он, мне кажется, даже такого и ничего не говорил в перерыве. Сам в шоке. Да, вот это да! Вот это Александр Юшин. Заговорил я только про РПЛ в отношении Чайки, но в РПЛ был Александр Юшин. И он знает, как действовать в таких ситуациях. С Рыбеков, Кармаев, все эти люди, в том числе Хуфлачу, безусловно. Кармаев, удар! И удар! Все-таки следует в створ. Но через рикошет. Кармаев взывает к небесам. Безусловно, это было опасно. Абсолютно все. Ну что же, 2-2. Это была странная игра. Я вот так это резюмирую, потому что и первый тайм, который остался за Родиной, за Чайкой, простите, выглядел, мягко говоря, не по-футбольному. Абсолютно.